Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Одни из самых сложных ногтей для мастера обгрызены. В этом ролике выполним преображение. Поехали! Вот такие ногти нам сегодня стоит преобразить. Как вы думаете, что в таком случае лучше сделать? Покрытие, гель-лак или же наращивание? Думаю, большинство со мной согласится, что просто обычное покрытие нам вряд ли исправит такие ногти и поможет сделать преображение с эффектом вау. Поэтому, конечно, мы сегодня будем наращивать такие ноготочки. Пока что подготавливаем ногти, выполняем маникюр, а я вам расскажу, с какой историей ко мне пришла эта модель. Зачастую, когда мы видим такие ногти, первая мысль, которая приходит в голову, фу, как так можно было запустить себя, свои руки, свои ногти, как так можно за собой не ухаживать? Но нужно всегда узнать, какие были на то причины. Например, клиент проходил долго с покрытием, ногти отросли чуть ли не наполовину ногтевой пластины. Узнайте, почему клиент так долго не мог прийти. Возможно, были веские причины. В нашем случае у модели произошла трагедия, даже можно это так сказать. Ее маленький малыш случайным образом опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой. Представляете, какая трагедия у человека? И какой стресс? Далее все вытекающие отсюда, больницы, в которых они провели несколько месяцев, пересадка кожи, восстановление. Они долгое время были в специальном санатории по восстановлению. И, конечно, на фоне этого дичайшего стресса моя модель и ковыряла себе ногти, и их сгрызла. Но она большая молодец, что не постеснялась, пришла, поделилась своей историей, за что ей большое спасибо. Поэтому, конечно, мне с особым желанием хотелось преобразить ее ручки, ведь каждая девушка этого достойна. Поэтому, прежде чем делать поспешные выводы о том, почему клиент себя так запустил, нужно всегда узнать первопричину этого. И не всегда это получается по нашей воле. Для нашей модели я выбрала аппаратную технику маникюра, потому что кожа стелющаяся, пронизана капиллярами. Если выполнять срез ножницами, то большая вероятность поранить. Когда мы работаем в аппаратной технике, все слои кожи постепенно спиливаются, и получается аккуратный эффект. На мой взгляд, уже сейчас руки преобразились, и выглядят абсолютно по-другому. Вот как считаете вы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Наносим праймер и делаем подложку из пластичной базы от Космопрофи. Набираю базу при помощи плоской кисти, для того, чтобы не попадать на кожу переднего валика, ведь он у моей модели немного выходит вверх. Кстати говоря, она сказала, что до этого у нее отрастали достаточно длинные свои натуральные ногти, но поскольку два месяца была такая ситуация, то валик немного начал выходить вверх. Долго думала, какую технику выбрать для наращивания на этой модели. Можно было взять и нижние формы. Отсутствие свободного края, конечно, бы затруднило постановку шаблона. Я думаю, что новичкам особенно трудно было бы справиться с такими ногтями при помощи нижних форм. А вот верхними гораздо проще выполнить этот процесс. И буду использовать не акригель, а именно гель. Он хорошо распределяется, ложится достаточно тонко, получается тонкий торец. Самое главное соблюдать правила архитектуры, что посередине должен быть объем материала. Гель использую натурального камуфлирующего оттенка, также от Космопрофи. Вы знаете, что я очень давно работаю на этих гелях. Они мне очень нравятся, крепкие. Поэтому, если вдруг есть какие-то такие сложные случаи, где требуется именно твердый гель, не тот, который пластичный, а именно твердый, я выбираю их. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. Большой ноготь слишком широкий. И в моем наборе верхней формы не оказалось такой широкой. Во-первых, я при помощи тейпа оттягиваю задний валик, а сам ноготь будем формировать из двух половинок. Форму не нужно дополнительно разрезать пополам, наращивать две половинки. Можно просто приложить форму сначала к одной стороне, просушить фонариком, а затем все то же самое проделать с другой. Да, посередине сначала получится неровно, но затем мы это все опилим. И поверьте, даже никто не узнает, что вы выполняли ноготь из двух половинок. Берите этот лайфхак на заметку. Если был он вам полезен, поставьте пальчик вверх. Перед просушиванием убираю тейп. Немного он зацепился. Да, такое бывает. Ничего, потом это тоже выпилим. Иногда дополнительно тонкой кистью распределяю внутри материал и раскладываю его по боковым стенкам. Это особая трудность во время выполнения наращивания на ногти грызунчика. Валик начинает выталкивать материал в точках в роста и там обычно получается пустота. Снимаем верхние формы. Это мой самый любимый момент, когда ты снимаешь и видишь уже практически готовый ноготь. Но по боковым сторонам получилось достаточно тонко, поэтому добавлю на большом гель. И приступаем с вами к опилу. Сначала придаем форму. Мы выбрали форму сквоовал. Небольшую длину, для того, чтобы модель пока что привыкла к ней, к такой длине, и ходила с этими ногтями, чтобы они ни за что не цеплялись и не мешались. Особенно в уходе за малышом. Ступенечки в зоне кутикулы выпиливаем при помощи насадки. В моем случае керамической, но также можно взять и твердосплавную. Верхние формы я специально взяла с небольшим изгибом, так как сами натуральные ногти достаточно плоские. Поэтому по архитектуре сейчас немного не хватает. Мы это достроим позже при помощи геля. Опиливаем боковые стороны. И когда я отделяю валик от материала, вижу появившиеся дырочки по боковым сторонам. И в этот момент я уже даже задумалась о правильности моего выбора. Верхняя форма. Возможно, проще было бы нарастить на гелевые типсы. В гелевых типсах боковые стороны достаточно крепкие, и такого эффекта бы не было. Но нужно понимать, что в гелевых типсах есть и другие минусы. Например, материал, который у нас закладывается вовнутрь, мог бы вытекать на кожу, что клиенту также, возможно, было бы неприятно. Если ногти грызунчика растут вверх, то и при моделировании на гелевые типсы будет такой визуальный, трамплиновидный эффект, чего мне бы не хотелось. Поэтому мне пришлось достроить эти дырочки при помощи того же геля тонкой кистью, на что у меня ушло немало времени. Докладываю по одной стороне и просушиваю фонариком, фиксируя материал. А затем уже мы поставим всю руку вместе на окончательную полимеризацию. И опять мне приходится пилить. Видите, то есть получается два раза тратим время на один и тот же этап, из-за того, что боковой валик выталкивает материал. Теперь убираем пыль, обезжириваем и будем достраивать архитектуру. Для этого использую не просто базу гель-лак, а это жидкий гель. То есть он по сути такой же, как и в баночке, только имеет более жидкую консистенцию. Это, конечно, очень удобно для работы в технике без поверхностного опила. То есть мы как базой выравниваем, создаем правильную архитектуру, наивысшую точку, и у нас материал быстро распределяется. Мне тоже эти ликвид гели от Космопрофи понравились. У меня есть различные оттенки, в том числе и цветные, не только камуфлирующие. Новая коллекция гель-лаков Polar Glow от Космопрофи имеет невероятный блеск. Мне хотелось, конечно, тоже его применить, чтобы не просто так оставлять ногти камуфлирующими, а добавить какой-то интересной изюминки. Получается эффект втирки на ногтях. Вот как будто мы взяли ее и тонким слоем положили. Ну и покрываем все топом без липкого слоя. Не забываем про внутренние поверхности, чтобы на таких ногтях хорошо выпилить все ступенечки. Нам важно сильно оттягивать передний валик, чтобы не поранить клиента. Формируем торец, он должен быть не более 1 мм. Убираем всю пыль и закончим нашу процедуру при помощи увлажняющего крема. Наношу небольшое количество и массажными круговыми движениями распределяю крем, чтобы он полностью впитался. Наш результат. Понравилось? Ставь пальчик вверх. И обязательно подписывайся на канал, ведь у меня много полезных видео про выполнение маникюра. А я желаю всем успехов в работе. Счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok